Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии, ставит лайки. Капитальные у Дианы простудифились. Периодически болеть она начала с самой осени. Выйдет к зрителям, пожалуется на плохое самочувствие. Простудилась я. На следующий день скачет козой, будто с ней ничего не случилось. Я каждый раз смотрела на это и удивлялась. Везет же некоторым так болеть. Зрители, кстати, тоже писали в комментариях, если мы простужаемся, это недели на две. А у нее какая-то простуда, ну буквально на пару часиков. И все проходит, как с белых яблонь дым. Но в этот раз кошка, как ее называет муж, заболела серьезно. Она ведь с простудой и на работу ходила. Ей работать надо, другим людям нет. А если тоже подцепят от нее вирусы, заболеют, она об этом не думала. Самое главное, что она чувствует в себе силы поехать на работу. Дальше трава не расти. Пусть хоть потом там все слягут в этом коллективе. Ее это не колышет. Попыталась Диана лечиться, как ее лечила в детстве мама. Говорит, мне даже нравится молоко со сливочным маслом, медом, содой. Но ей в этот раз не очень-то оно и помогло. Поэтому собирается пойти по рекомендации мамы, конечно же, по ее родительскому настоянию. Хотя, она говорит, я знаю, чем себя лечить. Ну ладно, так и быть. Если мама настаивает, пойдем. Муж еще плюс подлил масло в огонь. Сказал, у тебя такой сильный кашель, который запросто может убить легкие. Загремишь надолго в больницу. А этого она и не хочет. Я даже не знаю человека, который бы хотел лежать в больнице. Хотя, не исключено. Возможно, что такие и есть на белом свете. Мне очень хорошо помогают горчичники. Если кашель не очень сильный, тогда растираюсь миновазином и все как рукой снимает. Но мне интересно стало, что в кои-то веки муж начал о ней заботиться. Переживает. Дает советы в отношении ее здоровья. В последнее время я за ним ничего подобного не наблюдала. И тут, как гром среди ясного неба. Иди, Дианка, в больничку. Лечись, иначе заболеешь серьезно. И придется тебе там лежать. А может, все гораздо проще. И таким образом уже сейчас начинают готовить путь к отступлению. 4 февраля неумолимо приближается. Это черный день в календаре, по-моему, для всей семьи. Ну, кроме бабы Тани. Вдруг все резко стали активно болеть. У Родика ухо. У Иры спина. У Дианы простуда. Ну, Гена же не настолько любит свою тещу, чтобы поехать к ней в гордом одиночестве. А может быть, все закончится тем, что на праздник приедет только Ира с мужем. Все-таки больная спина не такое уж себе и оправдание для того, чтобы не ехать к матери. Леша за Диану переживает. Она его в благодарность решила накормить кошачьим кормом. Ну, короче, решила она приготовить макароны по-флотски. Открывает банку тушенки. Сразу стал оправдываться и говорить. Это он купил еще месяц назад. Это его была идея. Но на тушенку, в самом деле, то, что находится в банке, вот это содержимое, не похоже. А Диана говорит, и по запаху, кстати, я тоже не ощущаю, что это какое-то отношение вообще, в принципе, имеет к мясу. «Надеюсь, не умрет от такой пищи», — сказала любящая жена. «Намереваюсь надеяться, но сумлеваюсь». Как бы стремно не выглядели эти макароны, но ты, муженек, их отведай. Если вдруг что, не обессудь. Завещание бы написал до того, как садится обедать. Кому достанется все его нажитое непосильным трудом имущество. Я сейчас про стол, с которым он уходил. Раз забирал, значит, вещь ценная. Я до сих пор не поняла прикола. Зачем он брал этот стол с собой? Он снимал квартиру с мебелью? Там что, не было стола, за которым он мог бы работать? Или из-за этого следует, что он не планировал возвращаться? И пока она была в растрепанных чувствах и не препятствовала тому, что он забирает какую-то мебель, он решил этим воспользоваться, а то потом, знаете, пройдет время, начнет вредничать и не отдаст ему его драгоценный стол. Как бы то ни было, прошел практически год, как он вернулся, пока живут вместе. В общем, приятного тебе аппетита, муженек. Если что, черная платьица, пусть даже с голой спиной, у нее уже есть. Она в нем будет выглядеть очаровательно. Папа отвез ее и Иру в больницу. Там Диане сказали, идите-ка вы домой. Шла бы ты домой, пенелопа. И не морочила нам голову и не мешала работать. Все будет с тобой хорошо. Поэтому Диана идет в кафе, выпить с мамой кофе, потом в магазин. Вернувшись домой, Диана показала свои нехитрые покупки. Что-то она ничего не говорит по поводу мужа. Не слышно ни криков, ни воплей. Значит, жив-здоров. Купила она необходимые продукты для салата. В прошлый раз, когда она говорила про этот салат, она сказала, что больше половины съела сама. Такой он получился вкуснючий. А чем она мужа будет кормить? Или пока он не съест макароны, на другое пусть даже не рассчитывает? Не, я ничего не имею против салатиков. Это вполне себе хорошая пища. Но когда в доме мужчина, неплохо бы готовить что-то более существенное. Ну вот, купила она две свеклы, горсть орешков, куриное филе и булку черного хлеба. Это на один раз? Сейчас она приготовит салат, они сядут вечером, поужинают, и на этом все? Или она покупала это только исключительно для себя любимой? Ну, из двух небольших свеколок, ну, получится небольшое количество салата. Ей, а даже одной его не особо-то я думаю, что и хватит. Показав все покупки, в принципе, она так и сказала, а вот это мой ужин. Значит, муж точно будет доедать макароны. Я так правильно и поняла. Если не наесться, он всегда может попросить корм у Моны. Она ему, ну, точно не откажет. Хотя она так постоянно покрикивает, может быть, ее тоже не докармливают. Далее пошла реклама кофе. В начале ролика так и быть, сделала она одолжение и сделала рекламу Зефиру. Хотя ей за это не платили. Вот люди пошли. Раз какой-то товар рекомендуют, какую-то продукцию показывают зрителям, значит, должны получить за это деньги. А просто так палец о палец не ударят. За кофе ей заплатили, поэтому она сидит и долго рассказывает, как сделать заказ, какая там прекрасная продукция на этом сайте. В мельчайших подробностях описан состав кофе, чая и прочего. Можно выбрать на любой вкус и цвет. Ссылочку она, конечно же, оставит и сказала, быстро-быстро, знаете, как цыплят. Такая, кыш-кыш-кыш, бегом, бегите, быстренько заказывайте. Еще скидочка будет. Ну, естественно, в этот момент она думает не о зрителях. Чем больше народу по ее промокоду приобретет товаров, тем больше выгоды при следующем заказе получит именно она, Дианка. Показала она, как приготовила творожную запеканку. Нет, сам рецепт она не показывала. Она уже показала готовый результат. Говорит, мама готовит эту запеканку, но я ее обожаю. А у ее мамы по рецепту тоже у запеканки должна быть сгоревшая корочка. Странно, что Диана не жалуется еще на духовку и на то, что она неравномерно печет. Часть запеканки, ну, такая нормальная, а часть сгорела и очень сильно. Но она должна знать свою духовку и контролировать этот процесс. Не знаю, поворачивать форму, чтобы этого не произошло. Теперь этот верх лучше срезать. Ну, горелая пища не самая лучшая для организма. Но нет, Диана потом показала, как она нарезала эту запеканку. И корочка вся осталась цела-целехонькая. Именно вот эта вся сгоревшая. Далее откровения были в болталке. Она транжира. Тоже мне новость. Когда жена шапоголик, муж голожопик. Но это стало давно понятно. Не зря ведь муж держал финансы в своих руках. А потом просто решил отпочковаться и предоставить ее с ее тратами самой себе. И тогда Диана повела себя, как собачка, сорвавшаяся с привязи. Когда собака долгое время сидит на цепи, а потом вдруг оказывается на свободе, она не может поверить собственному счастью и начинает бегать, как сумасшедшая. Вот так и Диана. Когда получила зарплату и поняла, что она целиком и полностью ее, и теперь она может ею распоряжаться по своему усмотрению, она ушла в отрыв. Стала покупать себе все, что только хотела ее душа. И глаза, на что падал взгляд. Если это, конечно, позволяли те самые заработанные ею финансы. Она никогда не думала о том, чтобы отложить какую-то энную сумму на всякий случай. А вот сейчас сказала, что решила понемножечку копить. С каждой зарплаты... Чуть не сказала, с каждой пенсии. Вовремя остановилась. С каждой она зарплаты будет откладывать какие-то денежки. Взрослеет. Ей начали приходить умные взрослые мысли в голову, что нельзя жить, как бабочка, одним днем. Неизвестно, что ждет ее завтра. Какая-то хоть маломальская заначка, но должна быть на всякий случай. Конечно, она об этом раньше не задумывалась, потому что у нее всегда под рукой был папа. Но он, в принципе, и есть. Он в любом случае ей поможет, поддержит и выделит дочери необходимую сумму. Родители-то давно поняли эту фишку, что заначка быть должна. Вот ей понадобился компьютер. И папа не мешкая отслюнявил нужную сумму. Она у него была. Поэтому у нее не было необходимости думать о завтрашнем дне, откладывании денег. А почему вдруг именно сейчас она решила этим заняться? Но ведь ничего не бывает просто так. Явно же что-то ее сподвигло к этому. Но Диана ничего об этом не рассказывает. Просто сказала, надо, надо это делать. Ну, а далее было про то, что она ловит счастье в моменте. Ну, сказала, что достичь этого ей проще простого во время приобретения каких-либо товаров. Это она уже говорила. Это новость не новая. Это, скорее всего, старость. Ну, такая мимолетная радость, она ведь недолговечная. Можно даже сравнить такую радость с пасмурным днем, в котором на секунду выглянуло солнце и снова исчезло за тучами. И человек целый день теряет, ожидая этого мимолетного появления небесного светила. Благоразумнее было бы радоваться не моменту, а в принципе радоваться. Проснулась утром, живая, здоровая. Родные и близкие тоже живы-здоровы. Но это ли не повод для радости? Есть крыша над головой. Есть из чего приготовить себе завтрак, обед, ужин. Это тоже должно быть поводом для радости. Ведь это не так уж и мало, иметь свой собственный дом, иметь возможность накормить себя. Можно включить любимый фильм и получить заряд положительных эмоций. Да много чем можно заняться для того, чтобы испытать радость. Чем вы поднимаете себе настроение? Я спрашиваю у тех, которые будут смотреть этот обзор. Вот от чего у вас появляется ощущение счастья и полного удовлетворения от жизни? Ведь наверняка такие моменты у каждого свои. Мне будет интересно почитать комментарии. Возможно, что-то возьму себе на заметку. Иногда ведь бывает, что-то происходит в твоей жизни, но ты не обращаешь на это внимания, считаешь это обычным, ничем не примечательным событием. А на самом деле это очень важно. Заранее благодарю тех, кто откликнется и напишет комментарий. Вся эта тирада о покупочках, радости была направлена только на то, чтобы сообщить зрителям, какой она заказала себе костюмчик и чепчик. Ой, чепчик это вишенка на торте. Когда она ходила в магазин за этим предметом, зрители повеселились на славу. Теперь она решила все-таки его приобрести через интернет, без примерки. Когда она примеряла, ну ни один ей не подошел. Прикольно все это выглядит, вообще класс. Веселье и положительные эмоции зрителям обеспечены. И не надо ничего покупать. Я, например, уже начинаю веселиться. Как только она об этом сказала, мне уже стало прикольно. Диана в чепчике, это как Самвел в купальнике. Даром, даром люди получают положительные эмоции и развлечения. Будем ждать посылку, когда она ее получит. У Дианы спросили совет, как она добивается того, что у нее плоский живот. Она как раз потренировалась и решила ответить на этот вопрос. Ну, сказала вначале, что у нее не совсем он плоский. Возможно, спрашивают те, у кого ситуация еще хуже. В любом случае, Диана советует перейти на правильное питание и обязательно тренироваться. Но я думаю, что это уже ни для кого не секрет. Все это прекрасно понимают, что если не будет правильное питание, тренировками мало что добьешься. Если будешь только правильно питаться и не тренироваться, тоже хорошего будет мало. Вот зря Самвел хотя бы иногда не смотрит ролики Дианы. А скорее всего, почему зря? Он просто не хочет тратить время для того, чтобы впустую прослушать ее болтовню, которая ему абсолютно не нужна. Никогда ему не пригодится эта информация. Да просто неинтересно. В таком случае он мог бы самостоятельно поискать информацию по этому поводу. Ведь он не может не замечать, что на лицо он похудел, ножки тоже стали тонкие, опка, как два кулачка, а живот и бока жирненькие. Нет, у него оттуда жир тоже ушел. Его не столько, сколько было в самом начале, до того, как он начал худеть. Но все равно его больше, чем во всех других частях тела. Диана правильно сказала, что в нижней части живота висцеральный жир накапливается и очень долго оттуда не уходит. Одной диеты от него не избавиться. Я видела худеньких девушек с тонюсенькими ручками, ножками, а животик был и немаленький. Давать Самвелу советы в отношении тренировок бесполезное занятие. Не будет он этим никогда заниматься. А Диана молодец, что взялась за себя. Я не знаю, надолго ли ее хватит, но, по крайней мере, она начала систематически заниматься. И даже видит уже какие-то результаты. А это не так уж и мало. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока. Продолжение следует...